Дайджест ноябрь Ну как? Чё-то взбодри их, чё-то вялые какие-то Дайджест ноябрь Вот так нормально Скоро уже зимнее солнцестояние А я всё никак не сделаю летнее Просто склеить кучу почти ничем не связанных футажей Похоже мне не по зубам Зимнее солнцестояние Я прописал сценарий на трёх участников И то всё пошло не по плану А тут толпа участников в разных городах и странах И никакой связки и сценария Должен признаться, что с этим проектом я довольно жиденько обоснулся Я честно много раз открывал проект Открывал 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 И в ужасе офигевал Вроде придумал Хоть как-то это склеить Вроде выкрутился Очень с натяжкой Но выкрутился Надеюсь, сделаю в этом году Еще в ноябре вернулся чувак Он гостил на Урале у Антона с канала Велоурал И я прям по нему соскучился Вау! Сувенир из Екатеринбурга Снежный, чёрный Прям как Блэк Сноу Офигеть О! И Жмыхровка Блин, Антон, спасибо Екатеринбург с прошедшим днём рождения Класс В ноябре у Армена был день рождения И мы подарили ему уникальную вилку Мы с ней сделали специально В коллаборации с компанией Шульц Титановую вилку Оооо, да ладно Лайт, лайт Главное, чтобы борода не погусила Алка, алка надо Ты старый, ты можешь ей ещё и спину чесать Очки, очки принесите Ещё в ноябре отметили день рождения Сани Тоже уникальным подарком Днём рождения тебе, дорогой друг Саня, это 7% Сань 7% брусники Ну давайте тогда загадаю вслух желание Чтобы у нас эти поездки были чаще Хоть я и обещал больше не троллить Костю Буквально в этом видео Но не сделать этот принт я просто не мог Это другое Не буду объяснять, что это значит То, что было на Tour Unite Останется на Tour Unite Если вы за мной довольно долго следите То знаете Раньше я делал иллюстрации В основном я писал тушью И делал с ними футболки Примерно 650 дней назад у меня пропала искра И всё это время я не прикасался к перу Но после принта на Саниной футболке Я как будто вдохновился И решил опять порисовать Получилась вот такая футболка С принтом в новом стиле Так как меня уже замучили эти векторные вылизанные картинки И этот принт сделан нарочито от руки 100% хлопок Плотностью 230 грамм И будет порядка 10 цветов Но так как бюджет, мягко говоря, ограничен Для начала откроем предзаказ в тележке Ну, чтобы понимать, чего сколько делать Ещё сделали вот такую штуку Это архиполезная штука Которой сам постоянно пользуюсь Крепится она между кольцами на штоке И к ней очень удобно крепить кормушку Ещё сделал наклейки Давно хотел, но всё как-то руки не доходили Буду их кидать в заказы И просто бомбить где ни попадя Наклейки вот такие Ну и конечно же, давно обещанная рубашка Но чтобы понимать всю её крутизну и смысл Почему вообще такая рубашка Немного истории Современная мода весьма неожиданна в своих перекосах Но есть неизменные вещи Например, рубашка Полно вещей, пришедших в наш быт Довольно специфичных направлений Солдаты Строители Хиппи Ковбои Моряки Космонавты Пилоты Бомбера у меня нет Эти ребята вообще впитали в себя всё Строителей Ковбоев Пилотов Идиотов Подобный долгий путь Совершила обычная фланелевая рубашка А у нас из тончайшего флиса И самая популярная из них Конечно, в чёрно-красную клетку Большинство людей почему-то думают Что она пошла от каких-то там дровосеков Но на самом деле у неё тоже военные корни Эта рубашка родилась от шерстяных курток Британских солдат Участвующих в англо-американской войне Значит, история такая Английский король Собирает своих солдат И говорит Пацаны Надо сгонять быстренько в Америку Там за три дня всех раскидать И всё будет хорошо А солдаты такие Чё? Америкосов? Нафига? Они же наши братушки Тот такой говорит За шкафом Короче, алга, пацаны Вот И солдаты такие думают Ну, окей Всё, собрали, спрыгнули по кораблям Всё, гойли, погнали в Америку Приезжают, значит, такие в Америку А там американцы Говорят Привет, как дела? Чё-то совсем замёрзли Сколько не виделись Как бы вот На тебе супчик углотните Вот А те такие Бац И пушки достают Америкосы такие О, чё вы с пушками? Чё за дела? А англичане им такие говорят Мы приехали вас освобождать Америкосы такие В смысле освобождать? От кого освобождать? У нас всё нормально А британцам говорят Вот там канадцы вам запрещают Говорить на английском На французском заставляют говорить Америкосы говорят Ты чё, Вась, вообще что ли? Вот я же с тобой на английском говорю Он такой Не, нифига И давай шмалять во все стороны Вы сейчас, наверное, думаете Чё за фигня? Всё было как-то совсем не так Но Во-первых У меня достоверный источник А во-вторых Кому какая разница? В общем Англичане прибыли в Америку Быстрее своих тёплых вещей И дали там дубу Точно неизвестно Ну, или я не нашёл Но кто-то из командиров Додумался солдатам Сшить из имеющихся у них Одеял Им куртки Одеяло были В чёрно-красную клетку В результате Появилась сначала куртка Правда, они были и шерсти Соответственно И уже через сотню лет Все североамериканские рыботяги Трудились в похожих Фланелевых рубашках К концу 19 века Фланелевых рубашках Трудились, наверное, Все лесорубы Пенсливании Оттуда и пошёл этот стереотип Про лесорубов А у британских солдат Потом ещё не одно десятилетие Под формой была та самая Клетчатая рубашка Только уже не красная А серая Позже эта рубашка Приобрела статус Знамя сопротивления системы Не без помощи Джека Керуака Курта Кобейна Хантера Томпсона Терри Ричардсона Да, этим она меня и привлекла Вольный дух И намёк на бунтарство Поэтому сразу две расцветки Серая и красная И назвали мы это всё дело Критика А почему Критика? Чтобы никто не догадался Развивайтесь и готовьтесь к критике А если позвоните прямо сейчас По номеру 555-2368 Ладно, я прикалываюсь В общем и целом Сделали ещё с Умбо Гир Вот такую замечательную сумку Тоже отличный подарок на Новый год Она из какой-то там ткани для яхт На ощупь как канвас Но на самом деле это стопроцентный акрил Который не выгорает И с такими вот Краст-кожаными элементами Натурального дубления Из экстрактов дуба Ивы, ореха, мимоза и так далее Ну а лично мой вклад в эту сумку То, что я нарисовал Вот эти вот оригинальные патчи Вот этот патч вообще такой Винтер Эдишн Сумка очень классная и удобная Я сам пользуюсь второй год Вот такой вот старой версией И здесь кожа даже попроще А ещё замечательно Купить футболку или рубашку И положить в такую вот сумку По-моему будет офигенный подарок Я совсем с этими пожарами и потопами Забыл рассказать вообще про рубашку Почему она вообще какое отношение имеет к велосипеду У неё на спине карманы Как на велоджерсе К сожалению, у меня её сейчас с собой нету Я не могу показать Покажу в следующем видео Патчи есть и отдельно В общем, пишите Umba Gear А забрать можно здесь у меня в Москве Ну или в Питере, если вы там В ноябре я сделал много новых иллюстраций Пока ближайшие обновления Предзаказ и заказ будут только в тележке Сколько-то лет назад я участвовал в съёмках одного проекта И я сидел в клетке с Батрудиновым и Запашным И Запашный бесил льва Чтобы тот тупо порычал Ну, типа он съел Тимура И тогда я зарёкся больше никогда не ходить в цирк С животными И всех призывал к этому же По иронии, в этом ноябре я участвовал в съёмках в этом же цирке Надеюсь, не с теми же львами Ну, правда, в этот раз мы их не бесили А тупо кормили мясом Но всё равно в цирк с животными не ходите Это ужасно Им там не место Да, Кефир? Сейчас просто набираем кадры Хорошо Дима, молодец, хороший лев Ай, молодец, Дима Ура Можно ли поменяться вам местами? Новости Мосгорбайк Коротко В ноябре к нам в Мосгорбайк пришла целая куча новых складников Бренда Байкс И хотя они мне и не очень-то нравятся Складники Должен признать, что среди них есть довольно интересные И даже красивые Но это не главное С декабря мы запускаем подкаст и видеоподкаст Я его буду делать и вести Концепция будет такая Будет два ведущих Один подготовлен, второй не подготовлен Специально для того, чтобы он смог задать какой-то Ну, нетривиальный вопрос Который не придёт в голову подготовленному Как зрители иногда смотрят И хочет задать вопрос Который бы, ну, не пришёл бы в голову подготовленному человеку Что из этого получится Мы пока не знаем Но у вас уже есть возможность сейчас написать Кого хотели бы видеть на интервью У нас есть список, но мы, может, кого-то пропустили Этот подкаст будет на канале Мосгорбайк А на моём канале здесь будет продолжение тех самых кринжовых скетчей Уже придумал две серии И прямо сейчас работаем на третий И в этот раз нам разрешили снимать просто без тормозов Без ручных, без всяких Так что не пропустите И, возможно, мы даже позовём кого-нибудь из звёзд Из телека Из кино, а может, даже из театра Нужно всего-то лайк поставить А ещё лучше какой-нибудь коммент нацарапать Ну, просто, чтобы мы понимали, что это интересно И появление этих скетчей не без вашей помощи Друзья, сейчас всё объясню В прошлом дайджесте я создал ссылку, она в описании Где можно поддержать канал напрямую Помимо бусти, где моя активность до сих пор оставляет желать лучшего По этой ссылке вы меня очень приятно поддержали Но там тоже выявился небольшой косячок Там нет обратной связи И я там не могу ответить на ваши сообщения Поэтому говорю здесь Спасибо вам огромное Честно говоря, если бы не ваша поддержка И не тёплые комментарии Я бы, наверное, давно свернул канал На то, что вы прислали, ну и добавил чуть-чуть своего Я купил беспроводную пушку Бум в кадре! Вот эту Она понадобится мне для съёмок скетчей и для двухлетних проектов Спасибо вам огромное С такой поддержкой можно свернуть горы Как я и обещал, про это я буду говорить только раз в месяц На этом всё Поехали дальше Сейчас, секунду, секунду О, о Короче, ещё у меня в ноябре произошло настоящее ЧП Чуть не сгорели и чуть не спалили весь дом Короче, у нас скоротнула проводка По вине коммунальщиков И почему они пришли Выпилили стены Раздолбали щиток Всё так покидали Сгорелась сигналка Камера Пожарка Плита Самая дорогая сплит-система И самое, что ужасное Что они хотят на нас это всё повесить А над нами ещё четыре этажа Тоже коротнуло Там с техникой Со всеми делами Если они на нас повесят Это будет вообще фаталити В общем, я очень сильно удивлюсь Если этот дайджест вообще выйдет А ещё спустя пару дней Случился потоп И затопило три этажа У меня, наверное, будет нервный срыв В этом месяце Ещё в ноябре Сходили в ЭЦИТРА Самое страшное здание в мире Ну, по крайней мере, в Москве точно На осторожной басне Как говорится Чем безнадёжнее и опаснее Тем гениальнее пишутся басни И это неудалённая рубрика Про театры Это такая аккуратненькая подводочка К пасхалкам Там очень холодно Поэтому пришлось вернуться на базу В общем и целом Всего каких-то лет 10 назад В ЭЦИТРА шёл мюзикл Продюсеры Очень советую посмотреть этот мюзикл Хотя бы в фильме Как бы вы ни не любили мюзиклы Это очень остро и смешно Особенно если представить Что всё, что там есть Показывали у нас в паре кварталов От Лубянки Сейчас себе такое даже представить невозможно Итак, к пасхалкам Это не то, что прям пасхалки Ну или пасхалки Не знаю Это такой диалог Плюшки видео Но пасхалки на то и пасхалки Чтоб про них не говорить Поэтому буду говорить Наверное про самые откровенные Те, что прямо в лоб Кому-то понравилось Кто-то назвал умником Ну или что-то такое В общем, в любом случае Один раз это слишком мало Чтобы выявить какой-то там срез мнения Поэтому, как я и обещал В любом случае Сделаю это раза три А там посмотрим Может и удалю эту рубрику Как ту же самую с театром В тайной жизни велосипедов Я в конце подписал Аллен Смитти И вроде только Макс С канала Гулянин Отреагировал на это Аллен Смитти Создавал фильмы Мультфильмы Телешоу И даже игры Также он был сценаристом Композитором Оператором Продюсером И монтажером Он продолжал фильмы Хичкока Ужасный сиквел Птицы И Дюна Дэвида Линча Аллен Знаковый создатель Юмор в том Что такого человека Не существует В 1969 году На съемках фильма Смерть стрелка Актер Ричард Видмарк Разругался с режиссером Робертом Тоттеном Постановщика Заменили за 10 дней До кончания съемок На Дона Сигала Режиссера культового Грязного Гарри Сигал Закончил картину Но отказался от упоминания В титрах Так как почти всю работу Сделал Роберт Тоттен Роберт после скандала Естественно Тоже отрекся от картины Тогда Гильдия режиссеров Америки Придумала некого Алл Смит И то ли потому Что был реальный Такой режиссер Либо чтобы Просто имя было Менее вычурное Либо это просто Анаграмма В общем тогда Гильдия придумала Аллана Смития У Аллана Смития Есть даже страница На IMDB Где он числится Режиссером Десятка другого Сомнительных картин Кстати Смерть стрелка Это наверное Единственный фильм Смития С хорошей рецензией От критиков Даже написали В Нью-Йорк Таймс Фильм был искусственно снят Режиссером Алланом Смития Обладающим талантом К демонстрации лиц Крупным планом Находки ярких деталей Второго плана Есть отличный фильм Гори Голливуд Гори Про Аллана Смития Фильм про режиссера Недовольного своим фильмом Но он не может Поставить принятый Псевдоним Аллан Смития Потому что его Реально зовут Аллан Смития Ирония этой картины В том Что постановщик Гори Голливуд Гори Артур Хилли Повторил судьбу Своего персонажа Он тоже разочаровался В фильме И отказался от его авторства Получилось просто идеально Фильм про Аллана Смития Снял сам Аллан Смития Последний фильм Аллана Ищите женщину 99-го года Последний Потому что Зрители смекнули Что не стоит ходить На фильмы Режиссера Аллана Смития Так появились Томас Ли Стивен Грин И многие другие режиссеры Которых вы не сможете найти Но Аллан не умер Он живет И продолжает творить Его именем Подписывают провальные фильмы Нерегулируемые Американской гильдой режиссеров Вот и кринжуху На моем канале Снял Вау Все упало Редактор субтитров А.Семкин